В сегодняшней лекции мы поговорим о том, как сделать так, чтобы у всех было все, и никому за это ничего не было. Всегда в рамках экономики считалось, что это невозможно. Традиционная экономика основана на базовом принципе о том, что хотя потребности человека растут и бесконечны, но ресурсы, с помощью которых можно эти потребности удовлетворить, ограничены. Однако этот принцип ограниченности ресурсов исходит из постоянства технологий. Он исходит из того, что наши способности делать что-то с имеющимися ресурсами, с энергией, с материалами, с биологическими ресурсами, которые мы можем получить, они примерно постоянны. Дело в том, что в то время, когда закладывались основы современной экономической теории во времена Адама Смита, скорость технологических изменений, да и вообще роль технологий была еще весьма незначительной, или точнее, она была незаметной. Потому что тогда только начиналась промышленная революция, то есть только происходил переход от индивидуального производства к мануфактурному. Но при этом эти изменения происходили настолько медленно, что мало кому могло прийти в голову, что впереди еще гораздо больше изменений. И что те ограничения на использование ресурсов, которые действуют в какой-то момент, вряд ли будут действовать всегда. Если посмотреть на техническую возможность изобилия, изобилия материальных и нематериальных ресурсов, исходя из того, что мы знаем сегодня про историю экономики, про историю технологий и про их перспективы, то можно отметить следующее. Во-первых, уже давно существует возможность сделать бесплатными некоторый набор базовых благ, которые могут обеспечить базовые потребности человека. Такие потребности, как еда, жилье, медицина, информационные потребности, транспорт, они уже сейчас могут быть сделаны бесплатными. И на самом деле очень многие из них в тех или иных городах, странах уже являются бесплатными или были такими в какое-то время. Так, например, во многих городах России в какой-то момент были бесплатными местные телефонные звонки, в том числе с использованием телефонов автомата. В некоторых городах был бесплатный городской транспорт, автобусы, в некоторых местах метро. И нет никаких принципиальных экономических ограничений на то, чтобы подобные общественные блага, public goods по-английски, действительно были бы бесплатными. Так же, как бесплатными являются для нас услуги полиции, услуги уличного освещения, прогнозы погоды и так далее. Второй фактор, который делает возможным в определенной степени экономику изобилия, это опережающий рост ресурсов. В прошлом рост ресурсов происходил достаточно медленно. И, например, рост населения очень часто опережал рост ресурсов, что заставило известного экономиста, священника Мальтуса, Томаса Мальтуса, когда-то предложить основной принцип мультузианства, что население всегда будет расти в геометрической прогрессии, в то время как производство продуктов питания будет расти в арифметической прогрессии. Поэтому голод неизбежен, и рост населения – это проблема, которая решается только вымиранием части населения от голода. Так вот, на сегодняшний день многие ресурсы могут расти с опережением человеческих потребностей. Сегодня это прежде всего верно для многих информационных продуктов, но в перспективе с развитием технологии автоматизации, с развитием нанотехнологий может так получиться, что по некоторым направлениям человеческие потребности растут недостаточно быстро, чтобы исчерпать возможности технологии. Другая возможность – это виртуализация благ. По мере того, как все большее часть жизни человека связана с информационными, коммуникационными технологиями, связана с виртуальными мирами, связана с развлечениями в виртуальном, в компьютерном мире, а не в реальном, снимаются ограничения на копирование подобных продуктов, подобных миров, подобных информационных каких-то систем. И, соответственно, нет никакой сложности в том, чтобы удовлетворить практически неограниченные потребности человека в рамках виртуальной реальности, в рамках компьютерных систем. Так, например, появление и развитие электронных библиотек, сначала книжных, потом медиабиблиотек, где можно получить фильмы, программное обеспечение, музыку, показывает, что нет ничего сложного в том, чтобы каждому человеку дать доступ ко всем практически информационным продуктам, которые были созданы, сделать это практически бесплатно или за очень незначительную сумму, и сделать это для всех. На сегодняшний день пользователь интернет, который имеет доступ к неограниченному по трафику, высокоскоростному доступу, он может действительно получить любую книгу, любой фильм, любое музыкальное произведение, любую программу, сделать это быстро, сделать это без дополнительных затрат, если он этого хочет, либо быстро купить какой-то цифровой продукт. И это очень показательно. Это значит, что уже по некоторым направлениям на сегодняшний день мы имеем дело с экономикой изобилия. Потому что, если мы оглянемся назад, вспомним средние века, когда наличие даже одной книги в семье было чем-то значимым и говорило о высоком статусе этой семьи, и когда единственное место, где большинство людей сталкивались с литературой, была церковь, где у священника была одна Библия, которую только он умел читать. И сравним мы это с сегодняшним днем. Прошло всего 4-6 сотен лет, и мы перешли от практически абсолютного дефицита к практически неограниченному изобилию. И подобные изменения, они происходили и будут происходить в других областях. Ну, например, путешествия. Опять-таки, если мы посмотрим на полтысячелетия назад, то средний человек за всю свою жизнь не путешествовал дальше, чем на 20-30 километров от места своего рождения. То есть, как он рождался в какой-то деревне, так он там проводил всю свою жизнь, и там же он и умирал. Сегодня человек имеет возможность в большинстве стран путешествовать по всему миру, пусть, может быть, не каждый день, все-таки билеты на реактивный самолет еще не бесплатные, но, тем не менее, путешествия по всему миру тоже стали доступными. В такой степени, которую нельзя было представить даже всего лишь 100 лет назад. Наконец, четвертое направление – это контроль потребностей. По мере того, как мы получаем возможность вмешиваться в мыслительные и психические процессы человека и давать самому человеку полный над ними контроль, легко себе представить, что такие человеческие качества, как жадность, ненасытность, стремление продемонстрировать с помощью потребления свой статус, могут быть скорректированы. И те силы, те эмоциональные какие-то факторы, которые заставляют людей строить себе дорогие яхты, дома с несколькими сотнями комнат, покупать большое количество автомобилей и идти на подобные этому эксцессы, они могут быть скорректированы, причем добровольно многими людьми, которые не захотят находиться в зависимости от такой своей обезьянии натуры, когда необходимость показать всем остальным свой статус является самой важной. И если такое произойдет, причем произойдет за счет технического вмешательства в сознание человека, а не за счет воспитания, что является довольно сложным, то контроль потребностей может еще больше приблизить изобилие за счет того, что некоторые потребности человек сам добровольно ограничит. Если мы посмотрим на базовую структуру экономики, прежде всего на факторы производства, такие как труд, земля и капитал, и появившийся в 20 веке новый фактор производства, это информация, научная или иная, то мы увидим, что все эти факторы будут радикальным образом изменены в течение первой половины 21 века. Начнем с труда. Развитие робототехники, которое началось еще 30-40 лет назад, на сегодняшний день достигло такого момента, что практически любой вид человеческой деятельности может уже сейчас быть автоматизирован или роботизирован. Пока еще это не всегда является экономически оправданным. Так, например, один из руководителей строительной ассоциации города Москвы заявил в интервью о том, что развитие строительных роботов – это, конечно, хорошо, но в российских условиях гастарбайтеры являются более конкурентоспособными, более привлекательными. Но это временное явление, потому что все современные технологии имеют свойство дешеветь. По мере того, как они переходят от первых прототипов к массовому производству, и то же самое, естественно, произойдет и с роботами. И по мере того, как роботы дешевеют, а стоимость человеческого труда остается постоянной, все большее количество видов деятельности, все больший объем труда в экономике будет осуществляться не за счет человека, а за счет роботов. И при этом, если население человеческое наращивать достаточно сложно, любые меры, принятые сегодня для стимулирования рождаемости, дадут эффект не раньше, чем через 20-30 лет, то наращивать производственные возможности по робототехнике можно неограниченно и очень быстро. Следующий фактор — это земля или в более широком смысле ресурсы. Природные ресурсы, минеральные ресурсы, энергетические. Здесь развитие сначала микро, потом нанотехнологий приведет к тому, что эффективность использования имеющихся ресурсов окажется настолько высокой, что проблема ограниченности ресурсов больше не будет стоять. Дело в том, что на земле очень мало ресурсов, которые действительно заканчиваются. Один из них — это гелий. Поскольку гелий легче воздуха, то когда мы покупаем воздушный шарик, наполненный гелием, и отпускаем его в небо или случайно его прокалываем, то этот гелий оказывается безвозвратно потерян для Земли, для человечества, потому что он улетучивается в космос. Все остальное, кроме гелия, либо имеется в достаточном количестве на Земле, либо никуда не девается. И уже сегодня переработка мусора, переработка отходов является очень важным сектором экономики практически во всех развитых странах. Мусор является таким же источником ресурсов, как и руда, как и любой другой источник. И, соответственно, уже сегодня возможность переработки отходов является совершенно реальной и обеспечивает очень большую часть наших потребностей в ресурсах. А с развитием нанотехнологий все 100% наших потребностей в материальных ресурсах можно будет обеспечить за счет того, что мы найдем. То есть за счет любого мусора, в пределе даже за счет воздуха, поскольку воздух содержит, во-первых, кислород, водород, углекислоту, то есть углерод, содержит азот. И, соответственно, из этого можно практически всю органику уже построить. То есть для развитых нанотехнологий ничего, кроме воздуха, в принципе, и солнечной энергии не нужно. Следующий фактор – это капитал. Ну, капитал точно так же сейчас постепенно меняется с обычных машин, которые требуют участия человека, на автоматизированные, на роботов тех же самых. И по мере развития нанотехнологий все большая часть капитала, все большая его доля будет составлять наномашины. Это означает, что наращивание капитала тоже может происходить очень быстро. Как мы уже отмечали в прошлой лекции, одним из неотъемлемых свойств молекулярных нанотехнологий является способность к самовоспроизводству. А это значит, что появление одной нанофабрики или одного наноассемблера дает возможность экспоненциального роста производственных возможностей, а значит, практически неограниченных. И, наконец, последняя информация. На сегодняшний день информация является, может быть, самым ценным из всех этих факторов производства. И если проанализировать содержание информации в продуктах, которые выпускает современная промышленность, то этот процент постоянно растет. Покупая, например, сотовый телефон или карту памяти, или покупая программный продукт, мы платим лишь очень небольшую сумму за труд, за ресурсы, за капитал и, как правило, очень большую за разработку этого продукта, то есть за информацию. Здесь можно ожидать, что уже в течение ближайших 10-20 лет большая часть этой информации будет генерироваться не человеком, а с помощью искусственного интеллекта. Уже сегодня есть очень много продуктов, которые разрабатываются компьютерами, иногда почти без участия человека. Самый лучший пример здесь – это процессоры для современных компьютеров, которые разрабатывают уже не вручную, как это было с первыми их поколениями, а практически полностью генерируются компьютером по определенному общему плану, который указывает разработчик. И, в принципе, творческий труд, труд дизайнеров, труд инженеров, труд изобретателей тоже может быть автоматизирован. И когда это произойдет, то у нас опять появится возможность неограниченного наращивания производственных возможностей, а значит, неограниченного наращивания выпуска экономики. Так в какой же момент экономика изобилия может стать реальностью? На самом деле, с некоторыми оговорками, она могла бы стать реальностью уже 30 или 40 лет назад. Первые автоматизированные предприятия появились еще в 50-е годы XX века. Это были предприятия химической промышленности, некоторые специализированные предприятия машиностроения, то есть фабрики или заводы, на которых человек выполнял исключительно функцию контролера, то есть следил за производством, а все производственные действия выполнялись машинами. И это было в реальности уже в 50-е годы. Именно с той поры начался интенсивный процесс автоматизации как в Советском Союзе, так и в других странах. И очень интересно, как общество делало выбор относительно автоматизации в пользу автоматизации или против нее. В 60-е годы было проведено исследование в 12 странах, как социалистических, так и капиталистических, по изучению отношения рабочих к автоматизации. Результаты этого исследования были весьма и весьма интересными. Несмотря на то, что уровень образования рабочих в соц. странах был намного выше, чем в капиталистических странах, а специалисты, то есть мастера, сами рабочие, управленцы считали в Советском Союзе и в других соц. странах, что рабочие еще недостаточно образованы, и их образовательный уровень нужно повышать, в то время как в Соединенных Штатах считали, что даже рабочие, не имеющие полного среднего образования, слишком образованы, слишком сильно подготовлены, и их образовательный уровень является избыточным. Весьма интересно, что в соц. странах подавляющее большинство рабочих, более 99% выступали за автоматизацию, считая, что автоматизация для них несет только положительные изменения. В то время как на Западе, прежде всего, естественно, рабочие боялись безработицы, и поэтому лишь 30% считали автоматизацию чем-то положительным. Поэтому сами рабочие, например, в Соединенных Штатах делали все возможное через профсоюзы, через другие пути, для того, чтобы автоматизация шла как можно медленнее, и чтобы гарантировать себе занятость, гарантировать рабочие места именно на той работе, на которой они работали. В то время как в Советском Союзе, например, существовали такие правила, что, к примеру, новатор, который предлагал какое-то средство автоматизации своей работы, получал в течение полугода или года зарплату по тем нормам, которые действовали до начала автоматизации. И, таким образом, отношение общества к внедрению автоматического производства было очень разным в зависимости от страны. При этом, как это ни печально, но ни в одной из стран, ни в СССР, ни в Соединенных Штатах, ни в Японии, не ставилась реально практическая задача полной автоматизации, либо она ставилась, но не решалась успешно, как это было в СССР. Потому что в СССР даже в Брежневской Конституции было записано, что автоматизация является одной из целей советской экономики, то есть вывод человека с тяжелых, с неинтересных производств. Однако на практике это не удалось реализовать ни в одной стране, поэтому на сегодняшний день человеческий труд, даже ручной, даже монотонный, до сих пор еще сохраняется в экономике. Один пример. В 80-е годы в Соединенных Штатах был разработан проект полностью автоматической лунной производственной базы, которая могла сама воспроизводить сама себя в течение примерно года с использованием только лунных материалов, с использованием солнечной энергии и без прямого участия человека. Это говорит о том, что уже примерно полвека назад была принципиальная возможность для того, чтобы вывести экономику на режим практически полной автоматизации, где человеку оставалась бы только творческая работа, а весь ручной, весь монотонный труд брали бы на себя машины. Однако этого не произошло. Но сегодня ситуация другая. Во-первых, кроме сложных систем автоматизации, которые нужно было бы внедрять раньше, сегодня создаются универсальные роботы-андроиды, обладающие искусственным интеллектом, обладающие свободой передвижения и возможности манипулировать любыми предметами, выполнять любые операции, которые может выполнить человек. Приведем лишь несколько примеров. Во-первых, японские корпорации, прежде всего, такие как Honda или Sony, разрабатывают человекоподобных роботов, в том числе для работы на своих фабриках. Например, компания Toyota планирует, что в дополнение к уже существующим системам автоматизации, они через несколько лет внедрят роботов-андроидов вместо обычных рабочих людей. Так вот, появление универсальных андроидов приведет к тому, что конкуренция между автоматизированной системой производства и человеком станет намного более прямой и непосредственной. Потому что, если раньше требовалось перестроить весь завод с завода, где работают люди, на автоматизированный завод, то сегодня становится возможным заменить одного отдельного человека или заменить один отдельный участок с помощью либо универсального производственного робота, либо даже с универсального человекообразного робота. Посмотрим на уже существующие сегодня технологии и как они будут применены в течение ближайших 10 лет, например, в японских больницах Слева сверху мы видим робота-гида, который уже сейчас используется в японских больницах Для того, чтобы показывать дорогу посетителям, то есть делать ту работу, которую раньше приходилось делать медсестрам или врачам Слева снизу мы видим робота, который может поднимать пациента с кровати, переносить его, перекладывать Справа мы видим робота-довинчи, который может выполнять самостоятельно уже не сложные хирургические операции, а более сложные выполняет с помощью человека И это не все роботы, кроме этого в Японии разработаны автоматические ванны или моющие машины для людей, прежде всего для пожилых пациентов Разработаны транспортные роботы, которые во многих больницах уже сейчас берут на себя всю работу по перевозке постельного белья, обедов, лекарств Биологических, медицинских отходов и так далее И тем самым высвобождают, во-первых, квалифицированный медицинский персонал, а во-вторых, снижают издержки по оказанию медицинских услуг Кроме того, существуют также гибридные системы, такие как экзоскелеты, которые разабатываются в Японии Как для сиделок, чтобы помочь им поднимать в одиночку тяжелых пациентов Так и для самих пациентов, чтобы если у них ограничена мобильность из-за какой-то травмы или болезни, они все равно могли ходить как здоровые люди Так вот, на этих примерах мы видим, что мы очень близко подошли к тому, чтобы автоматизировать практически все виды человеческой работы в любой производственной области, которую мы выберем Если взять российский справочник-каталог рабочих профессий, то мы убедимся в том, что из нескольких тысяч приведенных там профессий Любую из них можно совершенно тривиально сегодня автоматизировать, полностью убрав человека из производственной цепочки Очень многие профессии из сектора услуг тоже автоматизируются, причем некоторые проявления этого процесса мы наблюдаем своими собственными глазами Так, например, всего несколько лет назад огромное количество людей занималось приемом платежей за мобильные телефоны Сегодня в большинстве городов эту функцию взяли на себя машины, то есть платежные терминалы Огромное количество подобных видов деятельности, связанных с сервисом, с обслуживанием людей, тоже могут взять на себя компьютеры или роботы Тем самым, во-первых, высвобождая человека для более интересной работы или для отдыха А во-вторых, наращивая производственную мощность в той степени, в какой это нужно Еще одно направление, кроме робототехники, которое дает возможности для появления экономики изобилия Это так называемое настольное производство Мы привыкли, что продукция производится на фабриках, на заводах в рамках массового производства, ставшего реальностью в 20 веке До этого все производство в некотором роде было настольным, потому что все, что нам нужно, производили либо мы сами, либо небольшое количество специалистов в наших деревнях Кузнец занимался производством инструментов, а, например, в апте каждый плел сам для себя Сегодня настольное производство в совершенно ином качестве тоже становится возможным Это основанное на цифровом дизайне, соответственно, на скачивании из компьютерных сетей проектов любой продукции На станках с часовым программным управлением, которые могут высверливать, вырезать, собирать любую продукцию А самое интересное, на использовании фабрикаторов, так называемых, или 3D-принтеров Слева, на левой фотографии, мы видим появившийся только что в продаже трехмерный принтер Стоимостью всего в 5000 долларов, который по размеру соответствует принтеру лазерному или стройному И может производить из пластика любые предметы, которые мы потребуем Это могут быть корпуса для мобильных телефонов, это могут быть самовшиеся дверные ручки Это может быть практически все, что угодно, что может нам понадобиться в повседневной жизни Существуют аналоги таких устройств, которые могут печатать гибкие электронные схемы Таким образом мы можем создавать электронные устройства тоже с помощью принтеров Существуют принтеры многоцветные, трехмерные, которые могут печатать из нескольких материалов Или из одного материала и различных красок любой предмет, который нам нужен И некоторые компании, такие как компания LEGO, уже в течение 5 или 10 лет обречены на то, чтобы потерять свой основной бизнес Потому что производство деталей для конструктора каждый сможет делать у себя дома Или у соседа, или у знакомого в подъезде, у которого есть такая машина Тем самым производство переходит с фабрик и с заводов непосредственно в место, где этот продукт используется В место, где мы проживаем Более того, уменьшение размеров производственной системы с огромной фабрикой, на которой работают десятки тысяч людей Которая занимает десятки квадратных километров Потребляет мегаватты или гигаватты энергии До размеров небольшого устройства, которое может быть поставлено на наш стол Имеет очень важное следствие Самовоспроизводство становится свойством не только всей производственной системы в целом, то есть всей экономики Оно становится свойством нашей квартиры, то есть нашего трехмерного принтера Уже сейчас существует несколько проектов Один из них это Fabrication at Home, Fab at Home Другой это Rapid Replicator Это устройства, которые содержат все функции 3D принтера, которые могут печатать сами себя То есть добавив немножко человеческого труда для сборки такого устройства Мы можем напечатать его копию или несколько копий, подарить ее нашим друзьям За совершенно небольшие деньги, которые мы должны заплатить за материалы Так вот, по мере того, как технологии настольного производства развиваются Они развиваются сейчас очень стремительно Остается возможным все, что угодно практически печатать у себя дома То есть если мы оглянемся вокруг и посмотрим, что нас окружает в быту То большая часть этих вещей, посуда, столовые приборы, элементы мебели Какие-то игрушки для детей, детали одежды, какие-то украшения Они все могут быть напечатаны у нас дома Точно так же, как мы привыкли, что цифровая фотография, цифровая полиграфия доступна каждому человеку сегодня Точно так же через 5-10 лет каждому человеку будет доступно цифровое производство И это, естественно, делает возможным практически неограниченное производство всего, что нам нужно для повседневной жизни Не заботясь о том, сколько это стоит, где мы это можем купить Потому что мы это можем произвести у себя дома В том числе, если понадобится из, например, пластикового мусора Подобные технологии, существующие уже сегодня и только развивающиеся Они повлекут за собой очень серьезную трансформацию общества Но прежде всего посмотрим на тот путь, по которому общество явно не пойдет Это путь, известный как устойчивое развитие Эта идея, завоевавшая достаточно большую популярность в международных политических кругах сегодня Опирается, прежде всего, на идеи Томаса Мальтуса об ограниченности ресурсов На идеи Римского клуба о том, что человечество вошло в эпоху кризиса И о том, что если мы не прекратим экономический рост, то нам не хватит ресурсов А отходы производства заполонят землю и разрушат экологию, частью которой мы являемся Но подобный подход игнорирует развитие технологий Он игнорирует то, что воздух и вода в большинстве городов мира стали намного чище за последние 100 лет Он игнорирует то, что, к примеру, в Соединенных Штатах потребление электроэнергии Последние 5 лет не растет, несмотря на продолжающийся экономический рост Он игнорирует то, что многие развивающиеся страны могут перепрыгнуть через несколько этапов Например, внедрять сразу сотовую связь, не протягивая дорогое и требующее огромных ресурсов Медное волокно для проводной телефонии Если мы включим в нашу модель развития общества развитие технологий То мы понимаем, что вместо устойчивого развития, то есть вместо застоя Гораздо более вероятным является ускоряющееся развитие Говоря о развитии общества, надо понимать невозможность устойчивости При том уровне и при том импульсе технологического развития, который мы на сегодняшний день имеем Замедление этого развития практически исключено Глобальная конкуренция как между компаниями, так и между странами Означает, что любая технология, которая может дать какое-то преимущество Получает необходимые средства для ее развития И, соответственно, становится через несколько лет уже реально используемой Кроме того, сверхтехнологии, такие как нанотехнологии, робототехника, виртуальная реальность, искусственный интеллект Они не могут быть сдержаны, потому что результаты, которые они принесут тому, кто их разработает Настолько большие, что никакие барьеры здесь не сработают Еще Маркс когда-то сказал, что ради доходности на вложенный капитал, который превышает двухзначную Любой капиталист убьет даже своих собственных родителей И это в каком-то смысле действительно так Видя те перспективы для экономики, которые дает робототехника, ни одна страна, естественно, от этого не откажется Сколь бы радикально это развитие робототехники не грозило перекроить общественные отношения, экономическую систему и так далее Говоря об ускорении развития, мы должны понимать, что некая цель, которая это ведет Это создание второй природы, о которой еще говорилось в рамках марксизма То есть создание искусственной системы, из которой человек может, как из природы, получать то, что ему необходимо для жизни И элементами этой второй природы уже сейчас являются наши компьютеры, появляющиеся трехмерные принтеры и фабрикаторы И в перспективе нанотехнологические устройства Эта вторая природа, она по своей природе является элементом экономики изобилия То есть там нет ограничений на количество производимых продуктов, нет ограничений на использование ресурсов И, соответственно, традиционные отношения человека, то, что мы знаем как трудовые отношения, социальные отношения, они будут радикальным образом изменены В новой экономике, скорее всего, не будет наемного труда, потому что большую часть работы будут делать роботы А человек сможет выбирать, какой работой ему заниматься И, соответственно, главной мотивацией будет не зарплата, а его интерес Скорее всего, исчезнут деньги или очень сильно снизится их значение, их роль Возможно, они будут заменены на то, что обычно называют репутацией То есть некий индикатор социального статуса человека, который не может быть конвертирован непосредственно между различными участниками экономики И, наконец, гарантированный доход Уже сейчас в некоторых странах, таких как несколько провинций Канады, штат Аляска в Соединенных Штатах и некоторых других В Европе это Норвегия Существует понятие гарантированного дохода Это сумма, которая ежегодно выплачивается каждому гражданину просто за то, что он существует Пока это относительно небольшие деньги, в разных странах это, может быть, около 2 до 3-4 тысяч долларов Но по мере того, как растет уровень технологий, эта сумма может повышаться Последние несколько лет в Финляндии, в Хельсинки регулярно проходят демонстрации, участники которых требуют от государства введения гарантированного дохода Который позволит человеку не зависеть от работы, не зависеть от зарплаты, заниматься тем, что ему интересно, что он считает нужным И подобное явление, точно так же, как когда-то борьба за отпуск, борьба за выходные была нормой и привела к определенным результатам Точно так же борьба за гарантированный доход, скорее всего, окажется успешной в большинстве обществ Вместо конкуренции, скорее всего, основной станет кооперация То есть, поскольку придет переход от денежной экономики и поскольку распространение информации может производиться практически бесплатно То конкуренция вряд ли будет оставаться эффективным способом мотивировать людей на изобретение А гораздо важнее станет кооперация и совместная работа Сохранится ценность информации и изобретений, поскольку даже наличие трехмерного принтера требует все равно описания продукта, который мы хотим произвести Другое дело, что будет ли эта информация иметь ценность, выраженную в деньгах, мы пока, конечно, не знаем И в целом, вот эта система, несмотря на ряд отличий, будет во многом похожа на коммунизм, как он написывался То есть, свобода человека от трудовых отношений Возможность у человека получать все ему необходимое в соответствии с его потребностями И возможности для самостоятельного развития в соответствии с приоритетами развития его личности То есть, творческий труд и так далее Другое дело, что говорить о том, каким станет общество, мы не можем с уверенностью, пока мы не ответим на ряд сложных вопросов Первый вопрос – это доступ к технологиям Дело в том, что если технологии, например, трехмерных принтеров появляются уже сейчас и уже сейчас проникают в общество То более сложные, более совершенные технологии, такие как нанофабрики, такие как универсальные роботы или искусственный интеллект Вряд ли можно рассчитывать, что они будут распространяться медленно Естественно, вопрос о том, кто первый их разработает, предполагает и ответ, кто их будет контролировать То есть, те корпорации или те правительства или, может быть, независимые какие-то исследовательские группы Которые, к примеру, разработают универсальных роботов с интеллектом близким к человеческому Они смогут контролировать эту технологию и контролировать ту экономическую выгоду, которую можно получить от ее использования Другой важный фактор – это наличие контроля за использованием таких технологий Будет ли жесткий государственный контроль за использованием, например, трехмерных принтеров С тем, чтобы не дать террористам возможность строить управляемых боевых роботов или управляемые умные ракеты Или же индивидуальное производство станет нормой и системы контроля будут более распределенные, менее централизованные Мы пока не знаем, но от этого зависят и те возможности, которые общество и все представители общества получат Самое интересное, что после того, как как-то утрясутся результаты всех этих радикальных технологий В обществе появятся еще более радикальные технологии, прежде всего нанотехнологии Основой молекулярных нанотехнологий является механосинтез То есть химический синтез, основанный на механическом сближении двух реагирующих атомов И, соответственно, отсутствие каких-то промежуточных стадий обработки То есть не нужно, как в современной химии, использовать промежуточные какие-то этапы Можно сразу производить конечный продукт из первоначальных веществ Кроме того, возможность разборки То есть любой готовый продукт или любые отходы можно разобрать с использованием, например, солнечной энергии Или термоядерной энергии на исходные компоненты и использовать их для нового производства И второе важное качество – это скорость То есть как скорость самовоспроизводства, так и скорость производства является очень высокой Даже примитивные проекты нанофабрик дают настолько большие производственные возможности Что они превзойдут, скорее всего, и робототехнику, и трехмерные принтеры Существует, не так давно появился проект Abundance for All Целью которого является распространение нанофабрик для каждого жителя Земли По аналогии с проектом «Один ноутбук каждому ребенку» Проектом, который несколько лет назад был запущен и сейчас уже дал первые результаты Уже несколько миллионов ноутбуков в различных странах дошли до детей Проект распространения нанофабрик тоже ставит перед собой задачу Дать тем людям, которые нуждаются в чистой воде, в продуктах питания, в лекарствах Инструмент для их непосредственного производства Проекты нанофабрик, которые разработаны на сегодняшний день, обладают следующими характеристиками Вес фабрики порядка 10 кг Скорость собственного воспроизводства примерно 15 часов Что означает, начиная с одной нанофабрики, через месяц можно иметь миллиард их Если решить, конечно, проблемы с логистикой То есть доставку необходимых материалов и распространение этих нанофабрик Потребление энергии от 20 до 200 кВт-часов за килограмм Это значит, что килограмм продукции, которая может быть сколь угодно сложной Может содержать себе суперкомпьютеры, может содержать себе любые активные наноустройства Будет стоить примерно около 10 рублей за килограмм При этом одним из продуктов, которые можно производить, являются, естественно, солнечные батареи То есть в дальнейшем вся эта стоимость энергии, она станет практически нулевой Поскольку энергию можно будет непосредственно получать от Солнца Самое интересное, что, возможно, уже первые нанофабрики будут не примитивными Как это есть на сегодняшний день, а гораздо более развитыми Потому что возможность для их разработки уже сейчас с помощью компьютерного моделирования Существует и, скорее всего, к моменту появления возможности построить эти нанофабрики Уже будут гораздо более эффективные проекты, гораздо более эффективный дизайн Если говорить о возможностях, которые открывают перед нами вот такие нанотехнологии То здесь можно отметить космический лифт То есть возможность недорогого выхода на орбиту, доставки туда грузов Космические лифты могут быть построены не только на Земле, но и, например, на Луне Причем на Луне космический лифт может быть построен уже сейчас с использованием кеваларового волокна А не нанотрубок, как потребуется для Земли Кроме того, возможно, строительство весьма интересных активных орбитальных структур Таких, как кольца на сколько угодно низкой высоте То есть, например, на высоте 300-200 км, где сейчас находится космическая станция МКС И так далее На поверхности Земли может быть использован конструкционный туман Или огромное количество более разнообразных наноустройств Но чтобы понять их возможности, можно отталкиваться от этой концепции Конструкционный туман — это небольшие частички, которые заполняют все пространство около поверхности Земли Которые невидимы человеческому глазу И которые могут соединяться друг с другом, чтобы формировать совершенно любые конфигурации Обладающие практически любыми свойствами Они могут быть как невидимы, могут принимать любой видимый образ Могут издавать звук Могут быть проникаемыми для человека То есть, человек может проходить сквозь них Могут быть прочными, непроницаемыми То есть, возможность просто подняться по воздуху, как по ступенькам Или возможность зависнуть в воздухе Или возможность взять из воздуха какой-то предмет Она с появлением вот таких нанотехнологий может стать реальностью Разумеется, нанотехнологии такого уровня не могут функционировать без технологий искусственного интеллекта, потому что каждая из этих элементов, каждая такая частичка, она должна получать откуда-то команды, должны быть определенные алгоритмы для их работы, но, тем не менее, в течение ближайших нескольких десятков лет эти вопросы могут быть решены. Говоря об обществе, можно его охарактеризовать как общество изобилия, общество свободного времени, общество, где каждому человеку доступно неограниченное здоровье и практическое бессмертие, то есть свобода от естественной смерти, от старости. Материальное изобилие практически неограниченное, причем все эти вещи, которые нельзя будет построить в реальном физическом мире, например, дворец размером с Францию, можно будет построить в мире виртуальном, который ничем не будет отличаться для субъективного восприятия. Общество будет обществом свободного времени, где человек занимается не той работой, которая от него требуется, а тем, что ему представляется интересным, потому что у каждого человека будут достаточные возможности по самообеспечению. То есть производство продуктов питания, одежды, лекарств и других необходимых для жизни вещей может быть выполнено с помощью либо настольного производства, либо с помощью нанопроизводства. И кроме этого, человек, естественно, будет иметь сверхвозможности, которые дадут ему нанотехнологии и другие технологии, но об этом мы более подробно поговорим в следующей лекции. А сейчас заглянем на несколько шагов вперед и посмотрим, что будет означать экономика изобилия, что будет означать изобилие материальных ресурсов для так называемого постчеловечества, то есть той системы, в которую человечество постепенно трансформируется, благодаря развитию сверхтехнологий и благодаря самоулучшению. Российский астрофизик Кардашев предложил шкалу развития цивилизации, которая известна как шкала Кардашова. Он классифицировал цивилизации по потреблению энергии. Цивилизация каждого следующего уровня потребляет все больше энергии. Если цивилизация первого уровня, это планетарная цивилизация, которая потребляет практически всю энергию, доступную на планете, то есть всю солнечную энергию, либо через гидроэлектростанции, океанические электростанции, непосредственно с помощью солнечных батарей и так далее. Следующий этап это цивилизация второго уровня, которая потребляет всю энергию звезды, то есть в нашем случае всю энергию солнца, а не одну стомиллиардную долю энергии, которая падает на Землю. Это цивилизация следующего уровня, которая потребляет энергию всей галактики и четвертого всей Вселенной. Но надо сказать, что подобная концепция, может быть она представлялась адекватной в 80-е и 70-е годы, но сегодня она является достаточно странной. Потому что человек для неограниченного удовлетворения большинства потребностей не нуждается в бесконечном количестве энергии. И если говорить о потребностях человека в жизни, в развлечении, в питании, в здоровье, в проведении свободного времени, в удовлетворении каких-то базовых человеческих потребностей, то для этого не требуется такого масштабного количества энергии, такого большого производства. Однако эта энергия будет для человечества доступна. И представляется интересный вопрос в том, что она будет с ней делать. Уже сейчас мы строим орбитальные станции вокруг Земли с появлением космического лифта. Можно будет строить станции уже и на солнечной орбите, около солнечной орбиты. Можно будет строить гигантские электростанции, которые получают энергию Солнца и передают ее человеку. Можно будет превращать вещество Луны, астероидов, других планет в суперкомпьютеры, которые наращивают вычетную мощность, доступную человечеству. И постепенный процесс трансформации костной материи, солнечной системы в материю, которая выполняет определенные функции, нужные человеку, он, безусловно, будет происходить. И несколько десятков лет назад один из основателей проекта Сети, то есть поиск внеземного разума, Фримен Дайсон, предположил, что сверхцивилизации построит вокруг своей звезды так называемую сферу Дайсона, названную по его имени. То есть большое количество отдельных объектов, которые получают энергию звезды и используют ее для вычислений, для производства, для каких-то других целей. Конечным итогом такого строительства является сплошная сфера Дайсона, построенная вокруг звезды, для производства которой уходят все планеты, все астероиды и так далее, все вещество Солнечной системы. И таким образом подобная конструкция позволяет сверхцивилизации получить всю энергию, которая ей доступна от звезды и использовать ее максимально эффективно. Эта идея получила свое развитие, потому что проект Сети ищет в частности следы подобных мегаконструкций, а именно ищет инфракрасное излучение, которое будет изучать в открытый космос такая конструкция, если ее построить. Так вот, вполне возможно, что и человеческая цивилизация построит нечто похожее, начав сначала с небольших космических станций, потом распространяясь с тем, чтобы сделать максимально доступными все те ресурсы, которые человечеству нужны. И если мы представим себе то количество возможностей, которые открываются для нас используя вот таких технологий, то становится понятно, что экономика, или то, что к тому времени придет на смену экономике будущего, не сможет быть ничем, кроме как экономикой изобилия. В следующей лекции мы более подробно рассмотрим приближающийся технологический переход, известный как технологическая сингулярность, и более подробно поговорим о том, какой же может быть человеческая цивилизация на подходе к этому моменту, непосредственно в этот момент и после сингулярности. До свидания. Продолжение следует...